В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катанию серии Челленджер, и на всех трех россиянки способны победить. С последних больших соревнований по фигурному катанию прошло 5 месяцев. Межсезонье по традиции длилось как будто целую вечность, но неизбежно заканчивается. Контрольные прокаты в Москве прошли с фурором. Недаром Елизавета Топтамышева предлагала проводить какой-нибудь турнир в стиле конкурсов на хоккейных или баскетбольных матчах звезд. Спрос на это явно есть, и как раз контрольный прокат – это то нечастое время, когда в одном месте собираются все топовые российские фигуристы. Теперь они разъезжаются по всей необъятной поверхности земного шара. Большинство спортсменок выбирают уже привычные для себя турниры, на которых выступают не первый год. Знакомые условия, инфраструктура, логистика – это, конечно, и раскатка перед основными стартами, но при этом все результаты пишутся в СИЮ и учитываются в рейтинге, что по окончании сезона может сыграть важную роль в определении мест и участия в гран-при сезона 2020-2021 годов. Первые турниры стартуют уже на этой неделе. В Канаде на Autumn International Classic ожидаемо выступит Евгения Медведева. Там она будет единственной россиянкой из 16 участниц. В соперницах у нее Рика Кихира, Инсу Лим, Алексия Паганини, Карен Чен, Мэйя Беренс Мэйти. Словом, состав в Уаквиле подбирается солидный. В прошлом году Евгения заняла на турнире второе место, уступив Брэдди Теннелл. За сезон она прошла серьезную эволюцию, но выступление в Москве на контрольных прокатах оптимизм поубавил. А учитывая то, что в Канаде придется выступать на четвертый-пятый день после возвращения из России, возможны проблемы с акклиматизацией и высоких результатов ждать было бы опрометчиво. Впрочем, как казала сама Медведева, она знает в чем ошибки и будет их исправлять. Главное, чтобы в этот раз все и произошло пораньше, чем наступит февраль-март. Параллельно взрывной русский челленджер устроит ломбарде сразу три представительницы нашей страны. В стартовом списке Софья Самодурова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Серьезных оппоненток у них не будет, разве что японка Вакаба Хигути. Наконец мы увидим прямое столкновение четверных и двухтройных акселей в произвольные ученицы Этери Тудберидзе и Алексея Мишина. Да простит, Софья, но она скорее в данном случае будет решать локальные задачи, коих после отъезда из Лужников у нее достаточно. Тем не менее, русский подиум и сход вполне возможный. В прошлом году именно с итальянского Бергама началось возвращение Елизаветы в топ российского фигурного катания. Тогда она с результатом 206 баллов на 22 пункта опередила партнершу по группе Мишина. В Солт-Лейке наших не будет, но еще через неделю в Братиславе состоится мемориал Анджея Непалы, на котором выступят Танислава Константинова, Мария Соцкого и Александра Трусова. Константинова сезон начала раньше остальных выступлением за сборную мира на Играх Авроры, фестивале женских видов спорта в США. В Словакии она выступит уже второй год подряд, в прошлый раз со 180 баллами была третьей. Среди соперниц в этом году японка Каори Сокомото и Мако Ямасита, но с высокой долей вероятности никто из них трусово не помеха. А вот как вернется на лед Марии Соцкого, ушедшая от Елены Буяновой к Светлане Соколовской прогнозировать сложно. Так или иначе, за счет рейтинга и былых заслуг она все еще участница гран-при, а значит достойна особого внимания. А вот Алина Загитова, в отличие от двух предыдущих сезонов, начало сезона в виде челленджеров пропустит, зато снова отправится в любимую Японию, на этот раз для участия в коммерческом турнире Japan Open, где соревнуются сборные Японии, Европы и Северной Америки, иногда с участием уже завершивших карьеру спортсменов. Впрочем, судя по выступлению, в Москве Алине не очень-то и нужны сейчас соревнования с прокатами. Как в Лужниках, она может сразу брать билет на гран-при. Накал срасти в российском женском фигурном катании сейчас таков, что даже за челленджерами следить будут пристально, сравнивать очно и заочно, делать прогнозы, спорить о результатах. И это здорово, сезон постепенно начинает расширяться на оси, и яркие выступления россиян должны подлить масло в этот огонь. Тренер российской фигуристки Евгения Медведева и Брана Орсер в интервью оценил выступление подопечной на контрольных прокатах сборной России, которые прошли 7 и 8 сентября в Лужниках, вспомнив популярную пословицу. Какие впечатления у вас остались от выступления Жени? Безусловно, не лучшие ее прокаты, но в целом все прошло хорошо. Мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября. Что думаете о ее физической форме? Я бы сказал, что Евгений сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени. От чего мы будем отталкиваться дальше? Но даже при не лучшем прокате, ее катание выглядит хорошо. Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона. Первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня именно как первый блинчик. Так вот, те ошибки, которые есть сейчас, можно исправить. Все в порядке, хорошо, что у нас есть возможность вот так их увидеть. В этом смысле наша миссия выполнена. Для Федерации фигурного катания России организация таких прокатов – разумный шаг, так как они требовательно ко всему подходят. Правда, мы могли заметить, что многие фигуристы допускали огрехи, в том числе весьма серьезные, и к этому надо относиться с пониманием, ведь для большинства сейчас идет очень ранний этап подготовки. Известный российский тренер парного катания, олимпийский чемпион 1984 года в паре с «Селенной Воловой» Олег Васильев рассказал об ожиданиях от сезона. Возвращение в большой спорт чемпионки игр в Сочи Ксении Столбовой, гениальной техники Михаила Калиды и космических девочек Турберидзе. Олег Кимович все в один голос отзываются о контрольных прокатах сборной, прошедшей в Лужниках, как о настоящей феерии фигурного катания. И это действительно так, это был праздник, мы увидели, что сегодня наша сборная выглядит одной из лучших в мире, но мы должны помнить про командные соревнования на Олимпиаде, это лакмусовая бумажка развития спорта в стране, и эта проверка нам предстоит через два года, как мы там будем выглядеть, с кем бороться, с американцами, канадцами, китайцами, японцами, покажут следующие два сезона. Но на сегодняшний день все выглядит хорошо? Да, хорошо, но очень неплохо выглядит и сборная США, например, у них есть хорошие одиночники, танцоры, но налицо некоторый провал в парном катании, а у нас в мужском. Пока так. Хотя на этих прокатах было много замечательных выступлений, хочется начать с парного катания. В этом сезоне мы после долгого перерыва увидели на льду чемпионку игр в Сочи Ксению Столбову, вернувшись на лед с новым партнером Андреевным Осевым. Как на ваш взгляд, есть ли у этой пары перспективы? В их выступлениях на прокатах были недочеты, недоработанные поддержки, сложности совместного катания, но это было их первым выступлением на публике. Им нужно время, чтобы пройти через сложности, но выглядят они очень неплохо, перспективы действительно есть. Ксения всегда хорошо каталась, у нее всегда был хороший конек, и она этого умения не растеряла, даже приобрела за последнее время. Для возвращения на лед после двухлетнего перерыва, нужно иметь огромную силу воли, безмерное желание, что-то доказать себе и миру. И Ксения в себе все это нашла, за что ей мое огромное почтение. Их катание выглядит сыровато, но для скатывания двух профессионалов нужно минимум полтора-два года, они еще этот период не прошли. Приятно было увидеть на льду лужников наших обновленных и вдохновленных работы с Мариной Зуевой, лидеров Евгения Тарасова и Владимира Морозова. Зуева – это специалист, которая всегда работала с ведущими танцорами и спортивными парами. Я сам имел счастье работать с ней, когда мы выступали как профессионалы, она ставила нам программы. Марина работала с Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Зуева – это позитив, нескончаемый поток идей, и при этом она постоянно самосовершенствуется. И если она была хороша как тренер еще в советские времена, то можно представить, что это за специалист на сегодня. Марина задала для Тарасова и Морозова цель, поставила задачу, и они ее постепенно решают. Мне их катание очень понравилось. Интересные заходы на элементы, мягкое катание – это пара, а не два катальщика. Держащихся за руку – это очень приятно видеть. Они всегда были очень техничные, но была проблема с программами, с психологией, с мотивацией, осознанностью, но сейчас Марина помогает их решать. На прокатах в Москве мы увидели результат лишь двух месяцев их совместной работы, и подозреваю, после продолжения этого сотрудничества мы увидим на льду очень сильную технически оснащенную пару, которая владеет коньком как настоящие танцоры. А что вы скажете о том, когда на арену вышли вчерашние юниорки, как их же успели окрестить девочки Тутберидзе? То, что показали на этих прокатах Александра Трусова и Анна Щербакова, в меньшей степени Алена Косторная – это технический космос. Они прорвались так далеко, что вряд ли кто-то из наших или зарубежных соперниц в ближайшее время сможет к ним приблизиться. Даже уже прославившаяся на весь мир юная американская угроза россиянка Алиса Лью, по катанию она все же несколько уступает нашим девочкам, хотя в ее арсенале есть и четверной луц, и тройной акций. Если Трусова и Щербакова будут делать все, что наметили, они недосягаемы, они непобедимы. Представляю, как жара будет во время декабрьского чемпионата России в Красноярске. Думаю, что в Красноярске в женском одиночном катании вакантным будет только третье место, и биться за него будут Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Тултамышева с ее двумя трикселями и, возможно, Косторная. Но в арсенале Алены пока нет четверных прыжков или тройного акселя, и нет такого имени, как у ее соперниц. Так что борьба на этом чемпионате России будет очень интересной, но очень жестокой. И вновь который сезон подряд, насколько у нас все прекрасно в женском катании, настолько же непонятно в мужском. Чистые прокаты из лидеров показывают лишь 31-летний Ворону. Есть надежда, что Александр Самарин за счет своих сил, воли и желаний справятся с трудностями начала сезона. Это боец, который выкладывается в каждом прыжке на 100%, концентрируется морально, не имеет такой гениальной техники, как у Михаила Калиды. А что происходит с Михаилом, чья техника прыжка практически близка к идеалу, я не знаю, с прошлого сезона не изменилось ничего, несмотря на перемены в личной жизни. Значит, Воронов, опора и надежда, он выезжает на опыте, он знает, как бороться со стрессом, внешне все делает спокойно. Пусть он не очень конкурентно способен в борьбе за медали на чемпионатах мира, но его опыт – это опора нашей мужской сборной. А временная она или долгосрочная сказать трудно. Думаю, что Воронов для нашего мужского фигурного катания это стабильность и стрессоустойчивость, очень ценные качества.